Как начать работу в Word? Друзья, всем привет! Я запустил Microsoft Word 2019 и давайте создадим с вами новый документ. Теперь, если мы начнем вводить какой-то текст, то для большинства из вас такое оформление рабочего листа не подойдет. Какие же минимальные установки от вас потребуется сделать, чтобы начать работу? Условно я разделил их на три части. Первое, это настройка страницы. Сюда входит ее размер, а также отступы текста от края страницы. Левое поле, правое, верхнее и нижнее. Второе, мы должны выполнить настройку абзаца. Как видите, по умолчанию весь текст выравнивается по левому краю. После каждого абзаца снизу присутствует небольшой отступ. А также у нас нигде нет красной строки. И третье, это форматирование шрифта. Как минимум, вам понадобится выбрать другой шрифт и увеличить его размер. Давайте начнем. Прежде всего, я перехожу во вкладку макет. Здесь нажимаем кнопку поля, настраиваемая поля. Сразу же стоит обратить внимание на ориентацию страницы. Книжная или альбомная. Также во вкладке размер бумаги можно выбрать нужный размер листа. По умолчанию здесь выбран формат А4. Возвращаемся на вкладку поля. Далее обязательно проверяем отступы на страницы. Обычно левое поле делают побольше, потому что здесь идет переплет. Верхнее и нижнее у меня установлены по 2 см. А правое 1,5 см. Давайте правое поле тоже сделаем 2 см. Окей. Те же самые оправки можно было сделать иначе. Посмотрите. В панели инструмента у нас также присутствуют кнопки. Ориентация. Книжная или альбомная. И размер. Непосредственно отступы от края страницы мы можем изменять с помощью горизонтальной или вертикальной линеек. Для этого подводим курсор мыши границы светлой и серой областей, нажимаем левую кнопку и удерживая ее выставляем нужный отступ. Аналогично и на горизонтальной линейке. Итак, настройка параметров страницы завершена. Переходим к абзацам. Для этого я сразу же выделяю весь текст сочетанием клавиш. Ctrl-A. Как видите, секция абзац присутствует и во вкладке макет, и во вкладке главное. Но кнопки, вынесенные на них, немного отличаются. Будем работать с той панелью, которая сейчас показана на экране. Прежде всего, у нас весь текст выровнен по левому краю, а нам нужно по ширине. Сделаем это. Далее, в правом нижнем углу секции абзац есть вот такая небольшая кнопка. Нажимаем ее. Здесь обязательно смотрим, чтобы отступы слева и справа для всего текста равнялись нулю. Красную строку следует включить. Для этого в списке первая строка выбираем отступ. Все эти отступы можно определять и другим способом, но об этом чуть позже. Интервалы. Интервал перед абзацем и после него должен быть равен нулю. А вот междустрочный интервал включаем одинарный или полуторный, если вы пишете контрольную или курсовую. Окей. Как видите, текст постепенно приобретает нормальный вид. Теперь на примере одного абзаца я вам покажу, как еще можно быстро настроить его отступы. Обратите внимание на горизонтальную линейку, а именно на ее маркеры. Слева их два, а справа один. Итак, верхний маркер слева определяет отступ первой строки абзаца или, как мы говорили, красную строку. Его можно двигать левой кнопкой мыши. Нижние маркеры определяют отступы всего абзаца целиком. Например, подвинем немного правый маркер. Посмотрите, теперь наш абзац не доходит до края страницы. И тот же самый фокус можно проделать с нижним маркером слева. Вот так. Будем считать, что с настройкой абзацев тоже разобрались. И последнее, что нужно сделать, это настроить шрифт. Для этого я снова выделяю весь текст с сочетанием клавиш Ctrl-A. На вкладке «Главное» в секции «Шрифт» из выпадающего списка выбираем привычный всем «Times NeuroMane». И увеличиваем размер шрифта до 14 пунктов. Если теперь вы продолжите ввод текста, то он будет иметь точно такой же вид. Надеюсь, что вам было полезно и интересно. И не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.